Уважаемые члены президента, уважаемые коллеги, мне, конечно, хотелось бы в первую очередь поблагодарить организаторов за приглашение, с другой стороны, я бы хотел поблагодарить Владимира Федоровича Семеглазова, потому что он уже вкратце анонсировал основные темы, которые будут обсуждаться в моем докладе. Ну и, конечно, логично, когда мы говорим о органосохраняющем лечении, первый вопрос, который возникает, нужна ли лучевая терапия как таковая у этих больных, и ответ в целом довольно простой, потому что существует большое количество перспективных рандомизированных исследований и метаанализов, которые показывают, что у больных после органосохраняющего лечения лучевая терапия должна обязательным образом проводиться, поскольку она уменьшает риск локального рецидива достоверно примерно на 25-30%, и она достоверно увеличивает выживаемость этих больных. Причем, если посмотреть на различные группы и на различные исследования, то вы видите вот эти исследования, которые вошли в наиболее известный метаанализ группы специалистов по исследованию рака ABCTCG, то здесь видно, что практически все исследования, которые проводились, они все указывают на то, что лучевая терапия является неотъемлемым компонентом органосохраняющего лечения. Вместе с тем, чрезвычайно сложным является вопрос о том, нужно ли облучать больных, нужно ли облучать региональные лимфоузлы в тех случаях, когда, например, имеется изменение в одном, двух или трех удаленных лимфоузлов. Этот вопрос становится актуальным тогда, когда, конечно, выполняется подночная лимфодисекция, поскольку, поскольку, если это лимфоузлы, которые удалялись при биопсии сигнальных лимфоузлов, там алгоритмы принятия решения могут быть совершенно другими, потому что там можно не выполнять акселярную лимфодисекцию, тогда, конечно, лучевая терапия нужна обязательно. А вот если акселярная лимфодисекция была выполнена, то мнение экспертов сейчас очень серьезно расходится. Есть большой метаанализ, который был выполнен, правда, не у категории женщин после органосохраняющего лечения, это женщины, которым подвергались мастектомии, но этот метаанализ указывает, что все-таки, и мы, наверное, можем с известной долей условности, но экстраполировать его и на группу женщин, которым проводилось органосохраняющее лечение, что если имеется поражение лимфоузлов, то лучевая терапия, и в том случае, когда имеется больше четырех пораженных лимфоузлов, и в том случае, когда количество лимфоузлов не превышает одного-трех, она достоверно снижает риск рецидива и увеличивает показатели выживаемости. Еще более загадочный вопрос, необходимо ли облучать простернальные лимфоузлы, потому что пациентки, которые подвергаются органосохраняющему лечению, это, как правило, женщины все-таки с достаточно локализованным опухолевым процессом. Если мы при распространенном процессе не всегда знаем ответ на этот вопрос, то здесь он еще становится сложнее. Но на сегодняшний день можно обратиться как минимум к трем большим перспективным рандомизированным исследованиям и еще несколько исследований сравнительных, которые тоже дают очень любопытные результаты. Выход примерно один и тот же. Отмечается, как правило, двух, трех, четырех, пятипроцентное улучшение безметастатической выживаемости у тех больных из группы повышенного риска вовлечения простернальных лимфоузлов, в котором проводилось их облучение. И показатели общей выживаемости в некоторых исследованиях отличаются достоверно, в более скромных по количеству рекрутируемых больных эти различия недостоверны, но общее число, общая цифра, она, как правило, находится в границе от полутора до трех процентов. В целом, что делать в этой ситуации, сложно сказать, потому что, если посмотреть, у меня здесь, по-моему, нет метаанализа Будыха, но по данным метаанализа, который был единственный сделан, делает вывод о том, что различия выживаемости достоверные, поскольку там большие группы больных в метаанализ вошли совокупно, и поэтому облучать простернальные лимфоузлы у женщин с внутренней локализацией или поражением подмышечных лимфоузлов необходимо. С другой стороны, это, конечно, сопряжено и с некоторыми неприятностями, в том числе увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением риска возникновения рака молочной железы в контролатеральной молочной железе. Мы в свое время провели такой анализ литературы, в котором мы попытались для себя понять. Понятно, что, с одной стороны, есть какая-то группа больных, у которых проведение облучения простернальных лимфоузлов необходимо, с другой стороны, очевидно, что те факторы, те клинические признаки, которыми мы пользуемся для того, чтобы идентифицировать эту группу больных, они не очень информативны. И мы решили, что, наверное, логично предположить, что риск поражения простернальных лимфоузлов должен быть выше, как минимум, как минимальное условие у тех женщин, у которых имеется лимфоотток от опухоли в простернальную область, поэтому мы использовали лимфоцентографию в качестве метода идентификации именно этой группы больных и пересчитывали данные рандомизированных исследований, что бы было, если бы этот, в общем, достаточно простой и доступный инструмент определения больных с высоким риском поражения простернальной области использовался в этих рандомизированных исследованиях. Получилось, что примерно 76% больных, которые вошли в эти рандомизированные исследования, лучевую терапию не получили бы, а если бы рандомизация была выполнена в оставшейся группе, у оставшейся четверти больных, то разница в показателях выживаемости могла бы достигнуть от 6 до 10%. Это, конечно, огромный показатель, но сразу же скажу, что данные-то достаточно спекулятивные. В целом на них опираться, наверное, сложно, но они наводят на определенные размышления. И с другой стороны, мы посмотрели, какие же группы, если брать тех классических больных и те классические клинические критерии, которые используются для отбора больных для облучения простернальных лимфоузлов, какие из них являются наиболее важными и наиболее информативными, то стало очевидно, что, конечно, у женщин с внутренней центральной локализацией опухолевого процесса и поражением подмышечных лимфоузлов, у них риск поражения простернальных лимфоузлов является самым высоким. Если принимать решение о том, что эти узлы необходимо облучать, то, конечно, в первую очередь, это должна быть именно эта категория больных. Чрезвычайно важным является вопрос об использовании гипофракционирования. Он довольно активно дискутируется, сегодня о нем уже говорили. Есть классические исследования, канадские и английские. Это проспективные, рандомизированные многоцентровые исследования, которые показали. Но английские самые известные, они, наверное, были, насколько я помню, они были более ранними. Они показали, что использование гипофракционирования у больных после органосохраняющих операций не ухудшает ни онкологического результата, ни косметического результата. Это очень важно, поскольку мы, с одной стороны, можем серьезно сократить время лучевой терапии, увеличить пропускную способность отделения. С другой стороны, мы не теряем ничего, в том числе ни онкологического, ни косметического результата. Если посмотреть по отдельным категориям больных и по отдельным признакам, то видно, что с точки зрения косметического результата практически по всем критериям гипофракционированная лучевая терапия не уступает классическому фракционированию. Поэтому на сегодняшний день этот метод рассматривается в качестве одного из базовых. И очень любопытно было для меня, это очень свежие рекомендации, буквально они появились несколько недель назад, Американского общества радиационных онкологов, в которых уже достаточно однозначно написано о том, что гипофракционирование является абсолютно адекватным эквивалентным стандартам фракционирования у больных после органосохраняющей операции, если у них не было поражения лимфатических узлов. Причем, что удивительно, в этих рекомендациях написано, что биологические подтипы и биологическая агрессивность опухоли тоже не влияют на принятие решения, хотя надо сказать, что при ретроспективном анализе английских исследований все-таки было показано, что у больных с трижды негативным вариантом рака молочной железы обычное фракционирование имеет определенные преимущества. Если говорить о бусте, о дополнительном облучении ложи опухоли, это тоже очень активно дискутируемый вопрос, очень серьезный. С одной стороны, он связан с косметическим результатом конечным, с другой стороны, это тоже время лечения. Но есть самое известное исследование RTOG, которое было начато уже 20 лет назад. Оно, по сути дела, такое крупное, единственное на сегодняшний день, где было показано, что проведение дополнительного облучения ложи опухоли достоверно увеличивает показатели локального контроля и серьезно не влияет на показатели выживаемости. Какое решение из этого следует? Это вопрос, в общем, наверное, спорный, хотя в большинстве случаев эксперты считают, что это является веским аргументом в пользу того, чтобы буст обязательно делать. Если посмотреть отдельные возрастные группы, то видно, что у женщин до 40 лет и в возрасте от 40 до 50 лет положительное влияние дополнительного облучения ложи опухоли, оно наиболее очевидно. У более пожилых женщин оно является тоже достоверным, но менее выраженным. Не смог удержаться от соблазна показать результаты метаанализа специалистов лаборатории Кахрейн, потому что, с одной стороны, на самом деле, эти результаты, они, по сути дела, репродуцируют результаты исследований RTC, потому что оно было очень большим, оно вошло, естественно, в этот метаанализ, оно все остальные исследования задавило. Но хотел бы обратить ваше внимание, что с точки зрения локального контроля практически все проспективные исследования, которые были организованы, они показывают, что дополнительное облучение ложи, конечно, увеличивает локальный контроль. И было одно исследование, которое показало некоторое увеличение показателей выживаемости. Оно маленькое, поэтому оно не оказало существенного влияния на результаты метаанализа. Возникает вопрос, естественно, логичный, а кому же все-таки можно буст не делать, кому можно не проводить дополнительное облучение ложи. Это ретроспективный анализ того же известного исследования RTC. По данным этого ретроспективного анализа, вы видите, не существует тех групп практически, кроме карцинома инситу, при которых проведение дополнительного облучения ложи не имеет позитивного эффекта на показатели локального контроля. Поэтому, по данным авторов, они рекомендуют проводить это дополнительное облучение ложи опухоли у всех практически женщин, которым выполнялось органосохраняющее лечение. Если вернуться к рекомендациям Астра, то здесь обращают на себя внимание, но здесь есть некоторые нюансы, потому что, например, положительный край для меня была неожиданность очень большой, пояснений там серьезных нету, но в целом мы вообще с положительным крайом, конечно, не должны сталкиваться, потому что это показания к реэксизии, но у женщин в возрасте меньше 50 лет проведение дополнительного облучения ложи является обязательным практически во всех случаях, а у женщин старше 70 лет с гормоноположительными новообразованиями и с низкой биологической активностью опухоли и небольшими размерами первичного очага проведение дополнительного облучения ложи опухоли может не проводиться, может не использоваться в клинической практике. Надо сказать, что, правда, вот эта группа больных – это основные кандидаты для парциальной лучевой терапии. Каким образом подводить дополнительное облучение? Потому что способов есть много, можно это делать с помощью электронов, протонов, внутритканевой брахиотерапии, чаще всего используются электроны, потому что это самый простой способ. Вот мы посмотрели, мы делаем это с помощью брахиотерапии внутритканевой, в первую очередь потому, что она позволяет значительно снизить нагрузку на нормальные органы. И когда мы посмотрели, дозиметрическое исследование сделали, то даже нагрузка на сердце и, самое главное, на коронарные сосуды, она, конечно, минимизирована при таком подведении дозы. Если говорить, это исследование, которое должно быть, появиться в вопросах онкологии в третьем номере, мы сравнили то, что получается при подведении дополнительной дозы облучения с помощью электронов и то, что мы получаем при внутритканевой брахиотерапии. Но в первую очередь, с одной стороны, мы обнаружили, что такой классический, простой, но достаточно распространенный метод подведения дозы с ориентировкой на топографию рубца послеоперационного, он никуда не подходит, потому что практически в 30% случаев топография меток, которыми маркирована ложа, и топография меток, которые маркируют послеоперационного рубца, они не совпадают. То есть это, в общем, неадекватное облучение. Поэтому тут надо быть очень осторожным, и если проводится облучение электронами, все равно маркеры должны быть обязательно установлены на ложе опухоли. С другой стороны, даже если учитывать установленные маркеры, то дозиметрическое планирование показало, что с помощью электронов хорошо облучить опухоль достаточно сложно, и в 16% случаев, то есть у каждой, по сути дела, пятой, шестой женщины примерно, ну, как минимум, часть опухоли оказывается за границей нужной области облучения. То есть часть ложи опухоли получает недостаточную дозу облучения. Поэтому, конечно, мы сейчас, там, где это возможно, и там, где это оправдано, мы стараемся все-таки использовать методы брахиотерапии источниками высокой мощности дозы внутритканевой. И когда мы говорим о лучевой терапии у женщин раком молочной железы, надо помнить еще об одном очень важном моменте, то, что лучевая терапия серьезно увеличивает показатели локального контроля, положительно влияет на выживаемость, но при этом надо помнить, что лучевая терапия, особенно при левосторонней локализации опухолевого процесса, может очень серьезно, негативно повлиять на риск нежелательных последствий облучения, в частности, на риск возникновения сердечно-сосудистых событий, в том числе сердечно-сосудистой смертности. И это влияние негативное, оно достоверное, и поэтому это послужило как раз основанием и поводом для того, чтобы у какой-то, хотя бы у какой-то категории женщин попытаться избежать дистанционной лучевой терапии, ограничиться какими-то более щадящими вариантами облучения. Владимир Федорович сегодня говорил уже, что первым на этом пути была интероперационная лучевая терапия, и группа Веронези попыталась проанализировать и использовала для этого интероперационный линейный ускоритель. Я думаю, что это, наверное, оптимальный вариант интероперационной лучевой терапии, поскольку он позволяет облучать достаточные объемы. Но оказалось, что уже через 8 лет, через 5-8 лет стали отмечаться достоверные различия, неблагоприятные с точки зрения интероперационной лучевой терапии, в локальных рецидивах. Частота локальных рецидивов практически в 10 раз выше была у тех женщин, у которых не проводилось стандартное наружное облучение. И это, конечно, надо сказать, что я не нашел в литературе, к сожалению, опубликованных результатов, но я знаю, что 10-летние, 15-летние результаты показывают, что больше 20% частота локальных рецидивов достигла к этому промежутку времени. Я думаю, что они будут в ближайшее время опубликованы, и можно будет уже показать. С другой стороны, было еще одно исследование, в котором применялся другой метод интероперационного облучения, это рентгеновская короткофокусная лучевая терапия. Ну, надо сказать, что мы, честно говоря, воспринимаем это исследование как рандомизация между проведением облучения и непроведением облучения, потому что, конечно, вот такая рентгенотерапия интероперационная, она очень маленький объем ткани облучает, и, по сути дела, назвать это адекватным эквивалентом лучевой терапии. Наверное, достаточно сложно. В этом исследовании, куда включались очень благоприятные группы больных, тоже было достоверное увеличение локальных рецидивов у тех женщин, которые не получали стандартного наружного облучения. Но при этом любопытным фактом является то, что в этом исследовании также обнаружилось, что те женщины, которые получали дистанционную лучевую терапию стандартную, у них чаще возникали сердечно-сосудистые события, что, наверное, логично, и чаще возникала и сердечно-сосудистая смерть. Причем оказались достоверными, несмотря на то, что процент небольшой, на 0,3-0,4% было увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, но тем не менее это достоверное ухудшение, и к нему, конечно, пренебрежительно относиться нельзя, поэтому стали искать другие методы. В результате парциальной лучевой терапии одним из вариантов, одной из первых попыток была попытка, которую сделали венгерские исследователи во главе с Ксабо Полгород, очень яркий человек, они провели перспективное рандомизированное одноцентровое исследование и показали, что при проведении частичного облучения рака молочной железы с помощью внутритканевой брахитерапии, онкологический результат никак не отличается от дистанционной лучевой терапии. Но что еще важнее, косметический результат оказался не хуже. Это послужило к поводу уже к проведению большого многоцентрового проспективного исследования третьей фазы, очень знаменитого, которая закончилась несколько лет назад, но анализ, естественно, продолжается. И она тоже подтвердила, что внутритканевая брахитерапия, она позволяет достигать таких же результатов с точки зрения локального контроля и с точки зрения косметических результатов, она парадоксальным образом даже оказалась несколько лучше, чем стандартная дистанционная лучевая терапия. Это касалось и изменений на коже, это касалось и фиброза тяжелого в молочной железе, и, конечно, это послужило очень мощным толчком для ее повседневного использования в клинической практике. На сегодняшний день она достаточно активно используется в различных клиниках. Надо сказать, что сейчас вот-вот созревают уже данные исследований парциальной лучевой терапии с помощью дистанционных методов облучения, они тоже достаточно положительные, вот они должны быть вот-вот опубликованы. Но в целом, когда мы решаем вопрос о том, кому мы можем проводить парциальную лучевую терапию, это чаще всего женщины старше 50 лет от роду, при размерах первичной опухоли не больше 3 сантиметров и при отсутствии положительного хирургического края. Но надо сказать, что в последних рекомендациях пациентки с трижды негативным раком молочной железы тоже не рекомендуется им проводить парциальную лучевую терапию. Подытоживая все сказанное, хотелось бы несколько очень коротких таких ремарок сделать. После органо-сохраняющих операций лучевая терапия является на оставшуюся ткань молочной железы или хотя бы на ложе опухоли является обязательным методом лечения. У большинства женщин, которым проводится лучевая терапия, необходимо дополнительное облучение ложе опухоли. При поражении региональных лимфоузлов на сегодняшний день лучевая терапия рассматривается как неотъемлемый компонент лечения, но и гипофракционирование может войти уже как стандарт в повседневную клиническую практику. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Какие-нибудь вопросы, коллеги? Там есть вопрос в конце зала. А можно микрофон туда передать? Спасибо большое. Спасибо за интересный доклад. Мне бы хотелось, как клиницисту, ваше мнение. Если вы будете участвовать в междисциплинарном консилиуме у пациентки рак молочной железы, позволяющий хирургически выполнить органо-сохраняющее лечение, но в анамнезе у нее лучевая терапия на область грудной клетки. Где-то более 20 лет в анамнезе назад по поводу лимфопролиферативного заболевания. Какова ваша будет тактика? Спасибо за этот очень интересный вопрос. Я вообще в принципе всегда склонен идти самыми деликатными путями на пути достижения конечной цели. Но в данном случае я бы, наверное, все-таки отдал предпочтение агрессивной хирургической тактике, потому что если будет выполнено органо-сохраняющее лечение, мы ничего добавить не сможем. Очень высокий риск осложнений, а даже если мы решимся добавить, то чрезвычайно высокий риск косметических дефектов после этого. Спасибо за ответ. Еще вопрос. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень убедительно выглядели показатели влияния дистанционной лучевой терапии на общую выживаемость пациентов при наличии поражения лимфатических узлов акселярных. На основании этого, собственно говоря, рекомендации Астро как раз и гласят, что настоятельно рекомендуется проведение дистанционной терапии на зоны регионального лимфотока. А на чем основываются европейские рекомендации, которые в этом вопросе гораздо менее агрессивны? То есть, например, Национальное общество радиологов Великобритании дает такой подход, что если более одного лимфатического узла с распространением за пределы капсулы, тогда может быть рассмотрено. То есть до трех лимфатических узлов во многих европейских странах лучевая терапия не проводится на зоне регионального лимфотока. Почему? Спасибо. Спасибо огромное. Это очень важный вопрос, большая тема для жарких дискуссий. Если вы обратили внимание, я очень осторожно говорил все равно про 1-3 лимфоузла, потому что даже если посмотреть последнюю конференцию в Барселоне, то там однозначного подхода нет к этому вопросу. Если посмотреть Астровские рекомендации, при всем при том, что они в целом говорят, что да, надо облучать, но каждый раз они указывают на то, что вы должны это обсудить с пациентом и принять сбалансированное совместное решение. Потому что однозначно все-таки на этот вопрос ответить трудно, поскольку данные вот этого метаанализа – это женщины, которые лечились достаточно давно. Это женщины, у которых была мастектомия. Скорее всего, там, в общем, был достаточно большой первичный опухолевый процесс, потому что он так детально и деликатно не анализировался в этом исследовании. Поэтому это остается открытой темой. И я совсем не удивлюсь, если через какое-то время скажут, что у женщин с поражением одного, двух, трех региональных лимфатических узлов после выполнения лимфодисекции, если это благоприятный биологический подтип, например, проведение лучевой терапии может быть, ну, я хотел сказать, отсрочено, но вообще лучевая терапия на региональные лимфоузлы в этой ситуации может не проводиться. Я думаю, что и те, и другие люди правы, потому что здесь однозначного ответа нет. И точно так же, как нет однозначного ответа, как себя вести с женщинами, у которых было поражение региональных лимфоузлов, и возник полный патоморфологический ответ на неодиумантную химиотерапию. Здесь больше вопросов, чем ответов, но этим наша специальность и интересна. Спасибо. Ещё вопросы, коллеги? Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, вот в случае проведения неодиумантной, в последующем одиумантной химиотерапии после операции органосохранной, каковы допустимые сроки проведения лучевой терапии в случае там больших перерывов в химиотерапии, в высокой токсичности. Можете ответить? Спасибо за этот важный вопрос. Вы знаете, когда я начинал свою карьеру лучевого терапевта, то было очень жёсткое такое, хотел сказать, стейтинг, было очень жёсткое правило, что лучевая терапия должна проводиться в течение, ну, не больше, чем в первые полугодия после окончания хирургического метода лечения. Если это нарушается, и были работы, которые показывают, что чем больше сроки, тем хуже результат в конечном счёте. Дело в том, что я спокойно достаточно отношусь, и в литературе сейчас после этого были работы, которые сказали, что такой зависимости нет, их было достаточно много, и они были очень крупными. Дело в том, что когда вы проводите неодиумантную, ну, неодиумантную мы можем даже там оставить, она уже была неодиумантная, была операция, но если вы после операции проводите одиумантную химиотерапию, это тоже противоопухолевое лечение. И поэтому, если уж смотреть о сроках, то, наверное, логично было бы смотреть с момента окончания одиумантной химиотерапии до момента проведения лучевой терапии. Это первое. С другой стороны, для молочной железы таких границ сейчас нет. И поэтому мы даже если большие сроки, мы не отказываемся от лучевой терапии, потому что считаем, что всё равно, может быть, её эффективность, может быть, будет в какой-то степени скомпрометирована, хотя доказательств этого нет, но она всё равно внесёт свой серьёзный очень вклад в локорегионарный контроль. Другая ситуация, например, у женщин с заболеваниями шейки матки. Но вот для молочной железы сроки здесь, они не трагичны. С моей точки зрения. Спасибо. Ещё вопросы, коллеги. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Ваш доклад вызвал наибольшую дискуссию, большое количество вопросов. Даже я подчеркнул много нового. Допустим, что химиотерапия – это тоже метод противоонкологического лечения. Это шутка была. Да нет. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.